Братья, ну, рассказать о служении в Беларуси за очень короткое время сложно, потому что много есть разных видов служения. И вот уличное благовестие, это мы раньше называли библиотеки, они переросли в такие служения, когда много молодежи собирается, и они благовествуют прямо на улицах, поют, переходят с одной улицы на другую, где-то на площадях. Вот сейчас в Бресте, когда праздники были, там вся почти молодежь вышла на улицу, и они стали петь, благовествовать. И вот сейчас покажут некоторые кадры, вот как это совершается служение. Действительно, разные виды служения. Где-то работают плакаты, буквально молчаливые такие свидетели, они возвещают людям вот словами, текстами из Священного Писания. Вот, газетное служение, вот, потом лагерь, лагерь молодежный, где-то примерно около 90 из молодежи, 90 где-то человек, они трудились в лагере, специально благовестнический лагерь. Вот, это в Гродненской области он был собран. Кстати, друзья, он был собран в том месте, где когда-то жили наши братья-узники. Их по телевизору всячески порочили. Это Николай Шугало, Николай Лазута, деревня Бородичи там. И вот недалеко от их жилища был расположен этот лагерь. И Бог настолько благословил, что они посетили где-то около 60 населенных пунктов. Вот. А молодежи 90 человек было. Ну, они на несколько групп делились и расходились по разным селам, по разным населенным пунктам. Кстати, их 20 раз арестовывали и приводили в милицию. Но надо сказать, что у нас в Белоруссии там сейчас связано вот с выборами президента. И много политических митингов. И поэтому всякое собрание верующих, оно, в общем, тоже относили к тому, что это, видимо, против правительства выступает. Но когда милиция разбиралась, что это просто христиане, свободно отпускали и продолжали наше служение. Еще, друзья, совершается служение среди студентов. Вот. Собирают студента по вечерам и проводят с ними беседы за чашкой чая. И это свидетельство для них очень сильное. Уже на протяжении, ну, больше года совершается такое служение. Вот. У нас вот таких служений уличных, ну, библиотек в нашем объединении где-то около 25. Вот. Но еще, друзья, разные виды служения совершаются вообще по всей Белоруссии. Одно из таких служений – это работа с детскими, ну, домами, с домами-интернатами для престарелых. Вот. Кстати, сейчас это запрещено. Вот я несколько раз звонил, пытался добиться встречи с инвалидами, и пандемию, в общем-то, запретили. Но, слава Богу, вот в Гомельской области, в Наровле, там проводится уже на протяжении ряда лет работа с неверующими детьми, с детьми, с молодежью. И в этом году, ну, в прошлом году тоже прошло такое общение. Вот. На базе молитвенного дома собираются около 40 детей неверующих, молодежи, и проводится с ними работа. Вот. Берется какая-то тема из Библии, эта тема раскрывается для них. Они учат за это время где-то 4-5 стихов из Библии на память. Вот. Зарабатывают баллы, и потом на эти баллы им дарят подарки, им дарят Слово Божие. В общем, так вот благословенно. Служение проводится также в домах-интернатах для инвалидов, слепых. Вот в Василевичах у нас есть такой общебелорусский дом для слепых детей или слепнущих детей. Вот там такие детки есть, которые, они приходят еще зрячими, вот, а проходит время, и они становятся слепыми. Такой же дом есть и в Молодечной. И мы тоже там стараемся быть постоянно, вот, иметь с ними общение. Дарим подарки. Я удивился, вот, когда был среди них. Ну, и задаю вопрос, знает ли кто Библию. Вот. Рассказывал про книгу Даниила. Там один мальчик слепой, совершенно слепой поднимается. Я, говорит, знаю Даниила. Вот. Я знаю, что он в львиный ров попал. Вот. Хотя слепой, но вот до него это слово дошло. Ну, друзья, трудятся по маршрутным благовестиям. Это вот и в Брестской церкви стараются так вот по другим местам, по другим областям. Разные маршруты выбирают. В Минской церкви каждые две недели они как бы создают новый маршрут и от дома к дому несут Слово Божие. Вот. И, в общем, это неплохо дело движется. Люди обращаются, каются. Кстати, вот в том лагере, что я говорил, в Наробле, уже трое приняли крещение. Вот. Слава Богу. Еще, друзья, я, время, конечно, у нас вышло уже, я хотел бы исполнить одну песню. Вот вчера мы похоронили, у нас умерли братья также, вот от пандемии, узники, вот бывшие узники, Гордеевич, вот брат Степан Васильевич, узник. И, знаете, все меньше и меньше их остается вот в наших рядах, те, которые прошли через узы, страдания, вот. И песня эта, она как раз и отражает тот момент, что эстафету служения, эстафету верности мы хотим принять вот от тех, кто оказались верными Господу до смерти. Вот. Я хочу исполнить эту песню. Время, конечно, очень мало.